Раньше в этом дворе была обычная детская площадка. Она появилась вместе с микрорайоном. За 30 лет карусели пришли в негодность. В этом году было положено строительство нового детского комплекса. Эту детскую площадку народ подпросит уже, наверное, лет 7-5. Мы как бы потихонечку откладывали деньги на эту детскую площадку. Просто если сделать площадку, нужно сделать один раз и хорошо, чтобы было всем комфортно и красиво. О том, как можно преобразить рядовую нижегородскую многоэтажку, вся страна узнала два года назад. О имя председателя ПСЖ Михаила Швыганова стало синонимом бережливости и рациональности. Сначала в подъездах появилась итальянская плитка под окнами – английские газоны. Раньше под управлением Швыганова находился только один дом. Теперь их три. При этом жильцы платят по муниципальному тарифу за содержание жилья не больше, чем остальные горожане. Это 35 рублей за квадратный метр жилплощади. Михаил Иванович молодец, он делает все. И дом, и площадку, и все, что вокруг, старается сделать лучше, чтобы всем было приятно. Все он сделал. Красивые подъезды, чистые, окна такие пластиковые, облицовка, и полы, и стены, все. Лифты у нас с камерой. На детской площадке может одновременно играть 100 детей. И не только из этих домов. Ограничение одно. Комплекс будет открыт исключительно днем. Без сомнений. На территории Нижегородской области подобная детская площадка единственная. Возможно, таких комплексов нет и по всей стране. Помимо детских качелей, которые отвечают всем стандартным качествам, значит, они безопасны. Комплекс оснащен специальным покрытием. Мягким. Значит, родители могут не волноваться, что их дети разобьют себе колени. Бегать можно, кататься можно. Она большая, она хорошая. Так красочно. Я вообще, когда увидела, так обомлела от счастья. По периметру площадки установлены камеры видеонаблюдения, передающие картинку в высоком разрешении. Акустические системы на фонарных столбах – тоже часть проекта. А если бы это сделал Дуг? Ну, я думаю, что это было бы не менее 7-8 миллионов, а то и больше. А вы управились во сколько? Ну, у нас обошлось это 3 миллиона 200 тысяч. Сейчас детская площадка готова на 90%. Официальное открытие запланировано на следующий понедельник. Пока пускают самых нетерпеливых. На этом планы по благоустройству не заканчиваются. Во дворе есть бесходная территория, которую тоже оформят на баланс жилищного кооператива. Олег Лавров и Алексей Калякин. Время новостей. Продолжение следует...